Руководитель исполкома Сайма Далджин доложилось о том, что выехала из Тувы делегация 12 февраля. Груз, который они везли через всю страну в зону СВО, тувинским солдатам, состоял из посылок со всей Тувы. В городах Кемерово, Омск, Новосибирск, Калуга, Челябинск, Уфа, Самара, Саратов, местные отделения ОНФ собрали и погрузили свои посылки с пожеланиями благополучия для воинов из Тувы. Вместе мы сила, наша поддержка важна ребятам, ну и действительно вот эта поездка показала, что вся страна объединяется. Кемерово передало блиндажные свечи, которые так необходимы в условиях операции. Омск, сгущенку местного производителя и генераторы. Уфимцы загрузили свой башкирский мед. В Саратове гуманитарка пополнилась тактическими аптеками и другими важными техническими средствами. ОНФ также вез адресную помощь по заявкам. Была закуплена новая автомашина марки «Нива», которую позже переделали на военные нужды. Мы поехали в ДНР и ЛНР. То есть в ДНР у нас наши бизнес-сообщества, три объединения. Это торговая и промышленная палата Республики Това, деловая Россия и опора России. Они собрали деньги на автомашину «Нива». И вот по заявке нашего военнослужащего, ну вы знаете, что мы не можем называть их фамилии, но у нас в ДНР есть наши туинские офицеры, которые на самом деле, так сказать, у них подразделение достаточно поднимет, большое количество людей. То есть задачи у них там сложные. И вот была заявка на приобретение такой вот автомашины. Наши сообщества собрали, предприниматели очень многие откликнулись. И вот эту машину мы приобрели. Пешком там сильно не находишь, а разброс частей, где они служат, достаточно большой. И для того, чтобы оперативно все это обезжать, владеть ситуацией, владеть обстановкой, эта машина была им остро необходима. И передали им эту машину. Также на Народный фронт купили квадрокоптер туинским военнослужащим. Груз был доставлен в целости и сохранности, в том числе кодаки и белая пища к встрече шага. И мы пообщались с ребятами, послушали всех. Там были просьбы личные. То есть, например, просили помочь семье. У нас, вы знаете, что у нас есть единый штаб помощи военнослужащим и их семьям. То есть вот эти все наказы мы взяли, все их просьбы. Также там были просьбы по нашей вот этой гуманитарной помощи. То есть они нам как бы подсказали. Попросили еды, говорит, у нас достаточно. Нам, говорит, еды не присылайте. В принципе, с одеждой тоже проблем нет. Самое главное – это технические средства. Город Донецк периодически обстреливается ВСУ. И под один из таких артообстрелов группа находилась в 200 метрах от места взрыва. И к подобным звукам постепенно привыкают. Ну, мы как люди гражданские даже вначале не поняли всю опасность. У нас просто… Мы как приехали, и в Иннаке во все время, и в Донецке там вот эти, так сказать, звуки вот этих… Ну, какие-то орудии. Орудий, да. Да, они там постоянно. И просто к ним уже привыкаешь, на них не обращаешь внимания. И, в принципе, когда вот началась вот эта обстрел, ну, просто громче, ближе. И, в принципе, мы не поняли всю опасность, пока не увидели, как вот прилетает, взлетает земля. Только тогда мы поняли, что это опасно. И по нашим ребятам, которые быстро нас там, они, ну, увели, нас спрятали там, буквально уложили, закрыли. Мы поняли, что действительно опасно. Тогда мы почувствовали вот эту опасность. Александр Буланкин работает преподавателем в Козылском политехническом техникуме. И встретил в зоне СВО своих бывших студентов. И вот я не то, я слышу башки. Господи, смотрю. Я у вас учился, вспоминал, вспоминал, еле вспомнил. Поговорили, все, пошел дальше. Слышу башки. Когда мы встречались с бойцами и с офицерами с других частей, они сказали, что там, где воюют тувинцы, они не знают слово «назад». Они знают только одно слово «вперед». Вы знаете, как это было приятно слышать. То есть к ним там отношения очень уважительные. Они, ребята, показывают себя очень хорошо. По окончанию пресс-конференции представители ОНФ рассказали, как бойцы из Тувы передают большой привет землякам, благодарят за помощь и шлют поздравления с праздником Шага и 23 февраля. Все дисциплинированы, все на своих местах, достойно делают свою работу и несут службу. РС Монгуш, Тувинский региональный исполком ОНФ, Буян Аюн, Белек Оржак, телеканал Тува-24.